Разве Челович, правда ли, что часть «Голоса» готовит проект, который будет спонсироваться Пинчуком и Фридманом, а главными лицами его станут Притула, Сенцов и Зеркаль? Точно правда то, что у Пинчука и Фридмана готовят новый проект и уже не верят в будущие «Голоса». Точно то, что еще пока что тем «Голосом официальным», который там представляется Кира и Рудык, Железняком и Нефедовым, еще попользуется до конца созыва. Но никто уже в этой олигархической группе не верит в то, что «Голос» может быть партией для двух созывов. Это как самопомощь и очень бы хотелось верить, что как и «Слуги народа», партия одного созыва. Но что-то будет новое, у Пинчука есть деньги и Пинчук всегда интересовался политикой. Некоторое время даже был депутатом Верховной Рады и иметь у нас серьезные большие посты. Понятно, что он будет играть в эту игру. То, что такие переговоры ведутся, это известно. То, что при Туле очень серьезно посоветовали своевременно забраться с «Голоса», это тоже известно. Он уходил не просто так. И вот этот скандал, раскручивая себя, противоставлял, тоже не просто так. Но кто будет ключевыми лицами вот этого проекта, пока что до конца не ясно. То, что при Туле, наверное, что так. То, что Сенцов, очень вероятно, что так. То, что «Зеркаль» под очень большим вопросом. Есть вероятность, что «Зеркаль» может потянуться в другую сторону, к Климкину, Данилову, Рябошапке. Об этом много говорят. Это другой проект, в котором тоже там, очевидно, будут свои спонсоры, свои определенные тяговые силы. Но это уже другое направление. Появится ли «Зеркаль» вдруг в этом проекте, никому неизвестно. Судьба бывших, ну как бы не бывших, а и нынешних членов фракции «Голос», которые объявили бунт в середине против нынешнего руководства, тоже ведь не до конца ясная. Ведь они, когда начали бунтовать, это ведь не первый бунт. Бунты начались еще где-то полгода назад, довольно серьезные. Они ведь начали бунтовать и против прямых влияний, и прямых требованиях, которые шли от Пинчука. На самом деле, вот эти голосования, кстати, последнее голосование, которое стало последней краплей, оно ведь произошло не просто так. Что, не знали пять членов «Голоса», за что они голосуют? Прекрасно знали. Об этом весь день, все утро только и говорили Верховной Раде. Только Ветрович два раза по этому поводу выступал, и не скандал фракции по этому поводу был. Но они проголосовали. Почему? Что просто понравится суге народа, и Зеленскому как бы для чего? Им же сказали, вас в калицию не берем, вы нам не нужны, мы без вас найдем с кем работать. Ну, очевидно, только из-за того, что было прямое оказание от Пинчука. Проголосовать, поддержать, потому что, первое, для него особый интерес не вводить языковые нормы в украинское телевидение. Прямой интерес. Мы ведь все забываем, что даже у Фирташа на Интере и его медиагруппе больше украинского языка в сериалах, именно в сериальной продукции, чем у Пинчука. Те же самые программы, ну, скажем, та же «Орел и решка», который раньше и шел и до сих пор идет в записях на группе Интера, он ведь в Пинчука полностью идет на русском языке. На Интеровской группе уже перешел на украинскую, а у Пинчука на русском. То есть, первое, там был интерес лично Пинчука, а, наверное, не Кира Рудик или Железняка. И второе, ну, ведь в том порядке дня, за который они голосовали, были еще два президентских закона, которые Зеленскому были важны. Я думаю, что Зеленский с Пинчуком, через него с его депутатами поддерживает контроль. И вот этот бунт «Десятки», он ведь был, по сути, против Пинчука. Возможно ли, что такие принципиальные люди, которые как бы против Пинчука бунтовались, которым потом скажут, ну, вы были через посредника, вот мы вами командовали через Кира Рудик, вам не нравилось, а теперь мы будем вами наперемую, через Рахманина. Вот вам это понравится? Я говорю, да, вот это нам понравится. Есть ли такая возможность? Да, есть, потому что принципиальность этих людей, я верю, до определенной границы. Там, где начинаются большие деньги, там, как правило, принципиальность исчезает. А Пинчук известный как очень щедрый богодитель для своих. У него люди, которые на него работают, получают очень-очень много денег, очень много. Для большинства украинцев это что-то абсолютно астрономическое. И я думаю, что вариантность, что эти люди там появятся, есть большая, но не стопроцентная. Кстати, меня спрашивают, когда я недавно написал там пост, весьма такой саркастический, о жуке египетском священном Скоробее, который собирает фекальные массы в кучку, и их там тянет, и потом ими питается, или в них свои личинки откладывает, что я сравниваю там сенцово, зеркаль, притул, зеркаль с фекальными массами. Да нет, я не сравниваю. Это, наверное, те, кому это показалось, сравнили. Я просто сказал, что жук собирает фекальные массы, а Пинчук собирает, ну, всяких вечно чем-то недовольных и очень обидных людей, которых амбиции иногда превозмогают рассудок, как там было у Кузьмы Пруткова. Усердие все превозмогает, иногда усердие превозмогает даже рассудок. Я просто сконстатировал в этих двух фактах и ничего не сопоставлял. Правда ли, что в Москве на позиции переговорщика по Украине возвращается Сурков, и это может привести к отставке главы Офиса президента Ермака? То, что Сурков снова появился в обойме, то, что Сурков начал комментировать и начал крутиться, это правда. То, что Сурков возобновил свое влияние у Путина, это тоже правда. Потянет ли за собой это ослабление позиций Дмитрия Козака, пока что это мне неизвестно. Я не вижу для этого предпосылок. Козак пока что сопровождает Путина, в том числе сопровождал его на саммит в Женеве. Козак, в отличие от Суркова, это давний друг Путина. Ну, только разве что Путин был КГБшник, а Козак Грушник советский, но они имеют очень давнюю историю. Путин именно такими друзьями не разбрасывается. Это для него кумовьем не существует, когда рассказывают, там он за бедвичка будет стоять, потому что кум. Да плевать ему на кумовьем. Нет кумовщины в России, там другое. А Козак его человек. Я думаю, что тут какая-то хитрая перестановка. Возможно, Козак провалил определенную часть работы и сегодня будут распределять эти полномочия между Козаком и Сурковым. Каким образом это отразится в Украине? А, кстати, мы очень скоро сможем увидеть по последствиям. Если позиции Ермака резко пойдут вниз, резко, то можно быть уверенными, что Козака реально начинает отстранять. Если позиции Ермака сохранятся, это значит, что просто произошло некоторое распределение полномочий, и Сурков получил свою определенную долю влияния, но не больше. Поскольку Ермак, он, собственно, для России ценится только одним. Тем, что он абсолютно контролируемый со стороны Дмитрия Козака. Абсолютно во всем. И Зеленский за него держится не потому, что Ермак ему создает как бы зону комфорта, а потому, что его от Путина прямо предупредили. Будет Ермак, будет у тебя какая-то перспектива переговоров. Не будет Ермака, перспективы переговоров не будет. Вот, собственно, и вся история. Пока что этот встает вопрос. У меня нет окончательного ответа. Только факт сам, что Сурков возвращается. Насколько это серьезно, я не знаю. Правда ли, что в ближайшее время Зеленский может отправить в отставку премьера Шмигаля, а главой правительства, возможно, будет назначен Аваков. Об этом говорят. Если это произойдет, я скажу, я что-то проспал. Я не вижу для этого предпосылок. На мой взгляд, снова, все, что может сделать Зеленский, это из мира какого-то там дурмана. Вот мне трудно понять Зеленского. Я никогда не пробовал наркотики. Вот я никогда не сидел на наркотиках. Вот просто никогда. Я никогда не напивался в стельку. Я не знаю, что творится у него в голове. Я просто не могу себе моделировать этого. Можно, конечно, попробовать один раз, но я боюсь. Для меня это что-то... Я слишком много жизней прожил без этого. Я не хочу себя ставить в условия психического состояния Владимира Зеленского. Вот не хочу. Поэтому я не буду пробовать наркотиков, и я не могу пройти ходом его мыслей. Для меня такая вероятность, по той логике, которую я пробую оценить, в том числе из вот этих обрывков логических связей в его мышлении, но для меня это кажется маловероятным. Для чего? Отправить отставку Шмыгаля можно только для того, чтобы на него повесить всю ответственность. Но снова, делать это летом? Для чего? Осенью проблемы. Осенью проблемы будут нарастать. Осенью это сделать? Ну, как бы логично. Но поставить Авакова, держать Авакова при себе, зная, что Аваков может попугать, и Аваков может защитить. Аваков создает угрозы, и сам их преодолевает для Зеленского. Это как бы выгодно. Но поставить Авакова уже над собой, если Аваков станет премьер-министром, всем будет понятно, что у нас уже больше нет президента вообще. Плюс ближний круг Зеленского это понимает. Если Зеленский это не понимает, то Шефиры, то Ермак это очень хорошо понимают. И понятно, что на это идти, ну, это самих себя угробить. Кому это нужно? А вот уже окружение Ельцина подтолкнуло, поставили Путина. Что случилось после этого с окружением Ельцина? Одних уж нет, а те далече. Березовский как бы вдруг повеситься решил, а Гусинский где-то там прячется в Испании и носа высунуть за свою виллу, боится, чтобы его не пристрелили, не отравили. Вот наши, по-моему, это усвоили неплохо, эти уроки. Я думаю, что этого не должно произойти. Но если это произойдет, ну, значит, мне придется искать консультанта для себя, который сидит на наркотиках. Тот мне сможет много рассказать. Правда ли, что из отчета счетной палаты, представленного на этой неделе в Верховной Раде Украины, следует, что нас может ожидать дефолт уже в ближайшее время? Ну, собственно, те цифры, которые показаны в отчете счетной палаты, они уже говорят о, по сути, состоянии дефолта. То есть страна при таких цифрах, при таких обязательствах по долгам, она не может выдержать, в принципе, своей финансовой ситуации. Близко, уже приближаются долговые обязательства к половине суммы государственного бюджета. Накопление обязательств. Каждый месяц мы накопляем все больше и больше долгов. Если в апреле мы присовокупили к долгам сумму, в основном гривневым, причем очень плохим, по АВДП с большим процентом, мы присовокупили в районе миллиарда долларов, то уже в мае мы уже превалили за сумму миллиард евро. Я думаю, в июне вот эти долги возрастут суммарно где-то уже на миллиард фунтов стерлингов. Что там дальше идет по валютам? Какая-то арабская валюта, которая один динар 4 доллара стоит. Выйдем ли на нее, я уже не знаю. Но мы наращиваем долги в арифметической, дай Боже, чтобы не геометрической прогрессии. То есть, на самом деле, суммы, которые нужно возвращать, тоже возрастают с каждым месяцем. На осень эти суммы уже будут неподъемны для бюджета. Что сделать? Есть одно из двух, или трех вариантов. Первый объявляет дефолт, после чего страна теряет свою субъектность практически полностью. Причем, если это происходит во время войны, ну, это нужно понимать, что какой-то помощи ждать неоткуда. Страна, которая в дефолте, на что не может рассчитывать, и Путин может спокойно заходить и брать здесь все, что хочет. Ну, правда, желательно не оружием, а просто так, там, деньгами, через своих олигархов, что угодно. По сути, страна пойдет в разнос. Вариант не объявлять дефолта, но экономить на всем бюджете, ну, для начала нужно прекратить полностью выплату пенсий. В окружении Третьяковой люди некоторые, которые там работали в комитете, или там вокруг нее крутятся, они говорят, что они прямым текстом продумывают вариант ликвидации пенсионного фонда с перестройкой его на какую-то страховую структуру. И как бы государство умывает руки и делаете, что хотите. Вот государство только по пенсионному фонду освобождает себя от 200 миллиардов ежегодно. Вот как бы 200 миллиардов, но еще нужно где-то найти 300 миллиардов приблизительно, чтобы выйти только на суммы возврата по долгам. Где их найти? Ну, отменить, скажем, финансирование по медицине, половину ассигнаций. Отменить еще почему-нибудь. Образование урезать очень жестко. Инфраструктурные проекты вряд ли урежут, потому что там можно воровать, очень много воровать. То есть на чем-то нужно резко сэкономить и где-то выискать полтриллиона денег для того, чтобы просто не было дефолта. Можно ли это сделать? Ну, я себе не представляю. Начать печаток деньги, ну, так вы начнете печатать эти гривни. Да, вы сможете в момент конвертации их перевести, определенную их часть в доллары, после чего у вас запустится, ну, просто мегаинфляция, поскольку ведь вы не доллары печатаете. Это США может это делать. А допечатка гривень, а в это время всю валютную выручку пускать, так эта валютная выручка просто в Украину больше не придет. Так что это разовый момент, который можно только на эту осень рассчитаться с долгами таким способом, но развертюнуть механизм обвала гривни, гиперинфляции тоже как бы не выход. И я понимаю, что там все-таки те люди, которые в этой сфере, Министерстве финансов и в Нацбанке, понимают, чем это закончится для них персонально. Я думаю, как-то будут это тормозить. Я не знаю, для меня нет ответа, как можно избежать дефолта. Ну, получить кредит, не выполняя ни одного условия, а ведь выполнять условия, как бы самый простой способ, начать выполнять все условия. Первое, вы тогда сбалансируете финансовую систему, как бы поможет избежать дефолта. Другое, вам согласятся переструктуризировать часть долгов. И третье, вы получите новые долги под низкие проценты, которыми вы сможете как бы перекрыть вот эту яму, в которой оказалась финансовая система. Но вот этот самый простой момент, начать жить по правилам. Исполнять правила договоренности с Международным валютным фондом, которые не всегда всем нравятся. Ну, для страны, которая залезла в долги, просто другого варианта нет. Но вот этот вариант как бы властью и не рассматривается вообще. От слова вообще полностью. То есть, они просто не хотят об этом говорить. Борьба с коррупцией? Так у нас нет коррупции. О чем вы говорите? У нас коррупция преодолена в момент победы Зеленского. Все, окончено. Что можно в таком случае говорить? Я не знаю, что будет. Я не финансист, но я не вижу как бы выхода из этой ситуации. Коломойский торжествует. Он хотел дефолта, и дефолт приближается. Ну что, просто когда мы говорим про дефолт, все говорят, ну и ничего страшного. Это не ничего страшного. Дефолт – это Аргентина, в которой все население резко стало очень, очень бедным и нижчествующим. И это Венесуэла. Ну, как бы, Коломойский тоже, видите, говорил, и в Венесуэле тоже люди живут. Ну, поживем, как в Венесуэле. Увидим. У Зеленского ликвидировали должность уполномоченного по делам крымских татар. Об этом заявил Мустафа Джимилев. Правда ли, что действующая власть намеренно лишает крымских татар возможности обеспечивать свои интересы? Сейчас пока что я думаю, что до августа месяца на самом деле жестких ударов по крымских татарах будет немножко меньше. Я предполагаю, что вот эта ликвидация должности, ликвидировали должность с конкретным человеком. Я думаю, что будет сейчас создана какая-то другая должность с немножко другим функционалом, более размытым, на который окажется какой-то другой человек, который будет как бы предположительно соответствовать там параметрам окружения Зеленского. Вот кого-то там подберут, кто им будет подходить. Сейчас я вижу, вот как бы были обещания возобновить финансирование телеканала АТР. Мне посчастливилось быть в первый день, когда у них в эфире, когда они возобновили свою эфирную нормальную деятельность. Но как возобновили? Им-то деньги пообещали, но не дали. На конец августа предвидится ювелирным празднованием заседание Крымской платформы. Как бы Зеленский поговорил и готов был забыть, но тема пошла. Вот этой темой сейчас вот в Турции проходит дипломатический форум. Вот, казалось бы, его злейший враг Порошенко на дипломатическом форуме в Турции всеми ведет переговоры и всех призывает принять участие в Крымской платформе. И она состоится. И когда будет Крымская платформа, сыграть в дурочку, так как сыграли у Зеленского стратегии возвращения Крыма. Помните, уже забыли ведь все. Два месяца назад была опубликована стратегия возвращения Украины Крыма. Знаете, она была очень интересна. В этой стратегии не было крымских татар. Не было маджилиса. Не было такого понятия, как устройство Крыма после возвращения его Украине. Вообще ничего не было. Были только набор голых фраз. Так вот, сыграть дурочку под крымскую платформу, где будут турки, которые очень заботятся собой крымских татар, больше, чем украинская власть, как бы нельзя. Вот просто нельзя и все. И потому я думаю, что все-таки какие-то деньги на ЭТР дадут, какие-то там структуры по крымских татарах возобновят. На мой взгляд, вот эта вся история сейчас, ликвидация должности, это как бы очередной коррупционный передел. Убрать одних, найти других. А вот что будет с осени, если дальше по крымской платформе каких-то политических бонусов для себя Зеленский не найдет? Я думаю, что тогда они снова забудут, их начнут вычеркивать. Потому что Путину как бы было бы очень приятно для того, чтобы крымские татары в Украине как бы ему не мешали. Они в Крыму нашли. Всегда в любой нации можно найти определенную группу коллаборантов. Они собрали небольшую группу, очень небольшую, из крымских татар, из номенкатуры крымской татарской, которые подыгрывают Путину. И он хочет представлять всему миру именно тех крымских татар. Вот они послушные, они хорошие. Все, кто не с ними, все террористы, все с Бутта Хриертом и другие. И крымские татары, которые сегодня организованно борются за свою родину в Украине, здесь, на подконтрольной территории, Путину очень неприятны. Я думаю, что с осени вот эти пассиансы с Путиным против крымских татар очень большая возможность, что они возобновятся. Сейчас я думаю, что все-таки будут немножко, знаете, три шага налево, три шага направо, шаг вперед и три шага назад все-таки где-то вот эту теньку-еньку играть. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok